Девушки отдыхают Эрик знает как, и я хочу так Строки стихотворения Всеволода Некрасова посвящены другу художнику, Эрику Булатову Слово Всеволода Некрасова – это всегда живое, звучащее слово Оно не хочет быть закрепленным на бумаге, оно хочет жить в пространстве И, конечно, это всегда мое слово, признается художник Все начинается с вопроса «Зачем я живу?» – спрашивает себя человек Попытка найти ответ на этот вопрос становится жизнью Свой путь в творчестве у выпускника Суриковского художественного института Тоже начался с вопроса Со своего вопроса к искусству Что это такое и что у меня в руках? Вот два вопроса Это была точка отсчета То есть, во-первых, сознание того, что у меня в руках только картина И что она из себя представляет Вот это двойная природа картины Ее двузначность Страшно важная, самополагающая такая вещь И второе – это вопрос к реальности На самом деле, в нашей жизни мы имеем дело только с поверхностями окружающих нас предметов Мы можем увидеть только поверхность Если мы вскроем одну поверхность, то упремся в следующую Даже небо мы воспринимаем как поверхность Купол, свод Причем силы, формирующие этот мир поверхности Находятся в глубине За поверхностью Выбор картины в качестве инструмента Был для художника совершенно не случайен К этому моменту картина, как вид искусства Была уже не однажды приговорена художниками-авангардистами к смерти Картина умерла Да, здравствует картина Скандировал Булатов Картина – это игра серьезная Она не что, просто плоскость И одновременно она целый мир за этой плоскостью Она ставит границу между пространством нашего существования И пространством искусства И вместе с тем дает нам возможность пересечь эту границу На самом деле, я думаю, что картина и живопись – это не совсем одно и то же Именно живопись требует обязательно, чтобы зритель как бы был вне этой картины Скажем, условно называемой этой картиной Вне живописи, снаружи Чтобы он мог все в целом всегда видеть эту картину И таким образом видеть, оценить соотношение цветов То есть он постоянно должен быть вне этой живописи Картина, в принципе, это такая пространственная система Которая, наоборот, хочет, чтобы зритель туда пошел Следующим этапом была потребность выяснить и освоить пространственные возможности картины Необходимо сказать, что осознание этой задачи и ее разработка Проходили под сильнейшим влиянием пространственной теории Владимира Андреевича Фаворского В сущности, я обязанному всем, что я об этом знаю Прежде всего, какими основными пространственными элементами располагает сама картина Оказалось, что их всего два – горизонталь и диагональ Вертикаль всегда предмет В картинах горизонталь 1 и 2 горизонтальные линии пересекают посередине поверхность картины Но оказывается, что она рассекает не только поверхность, но и пространство картины на всю глубину Сама превращаясь в линию горизонта Что же произошло? Во-первых, поверхность картины трансформировалась в пространство картины Во-вторых, горизонт разделил это пространство на два противоположных – верх и низ То есть, в картине произошло событие кардинальной важности Диагональное движение в картине более затруднено Пространство сопротивляется ему И здесь ситуация более драматичная Разрезы Диагональ 1 Диагональ 2 Эти картины стали основой для всей моей работы Это было связано с тем, что я туда ходил операции смотреть И рисовал с натуры, рисовал операции Мне это казалось страшно важным Это именно ощущение боли И ощущение боли и чего-то внеэстетического, как сказать Когда ты видишь, как режут, тут совершенно никакая эстетика не работает Здесь работает ощущение, но если только сразу тебя не вырвет, ты не убежишь, а вот выдержишь И в какой-то момент возникает ощущение необходимости того, что делается Картина – это какая-то гармоническая система, где изначально, до того, как-то что-нибудь нарисовано В принципе, это уже законченная пространство И когда вносится туда какой-то извне, как бы, насильственный элемент Проводится линия Она проводится по живому телу По живому телу картины Картина «Вход» – полная схема картины, с которой я работаю Это как бы итог моей аналитической работы В сущности, это две картины Первая – белая поверхность с красной сеткой Вторая – белое пространство, на возможность выйти, в которое указывают синие стрелки И в восемь раз повторенное слово «Вход» Обе эти картины как бы отрицают друг друга и представляют собой два типа мировоззрения В этой картине впервые появляется слово В дальнейшей моей работе слово будет играть очень важную роль Потому что слово, в принципе, где-то находится между нашей головой и внешним миром Все равно оно не совсем точно как бы соотносится с внешним миром Почти точно, но не совсем И здесь такая же история Слово не вполне точно как бы совпадает с изображением всего остального Любой предмет, который мы изображаем Сразу оказывается в картине, в пространстве картины А слова нет Единственное, что не хочет Оно все равно будет не точно совпадать И оно вот это Это такой идеальный посредник Слово может быть своим и чужим Чужое слово – это слово социального пространства Оно всегда анонимно Всегда от имени всех Оно адресовано всем Но и никому не обращено лично Такое слово всегда выразитель характера своего социального пространства Это политические плакаты, афиши, реклама, газетные статьи и так далее Во многих картинах советского периода я использовал чужое слово Опасно, добро пожаловать, вход, входа нет Может быть, самый выразительный образ чужого слова – это слава КПСС Очень важно, чтобы зритель не заподозрил, что я его на самом деле хочу сагитировать Поэтому очень важно, чтобы язык, к которому я прибегаю Характер изображения воспринимался как знакомое, как что-то очень естественное Да, что видел сто раз, и так оно и есть Картины как бы прямо провоцируют зрителей принять их за обычную идеологическую продукцию Поэтому зритель, не обративший внимания на пространственное содержание моих картин Легко на эту удочку попадается Тогда мои картины в лучшем случае можно трактовать как русский вариант американского пуп-арта То, что у нас называется соцартом На первый взгляд это обычный политический плакат Но обратите внимание на небо, которое уходит глубоко в пространство картины А громадные красные буквы славы КПСС провисают на поверхности картины Буквы направлены на нас, они владеют пространством, в котором находимся мы А небо? Небо недосягаемо Оно уходит в глубину В свое царство Свое слово Слово личное Оно всегда мое Это поэтическое, лирическое слово Неважно, являюсь ли я его автором Важно, что оно говорит обо мне, что говорю я сам Живу, вижу Работа, ставшая манифестом советских нонконформистов Так же, как и «Свобода есть», «Свобода есть», «Свобода есть», «Свобода есть», «Свобода есть», «Свобода» Не просто картины Это стихи Всеволода Некрасова Оточенные до прозрачности строчки Некрасова на булатовских листах становятся пространственными объектами Парят над пейзажами, развертываются в облаках, выбегают из московских окон Слова простые, как бы и не несущие в себе особых смыслов Это образ слова, еще не написанного, не закрепленного на бумаге Слово, которое мы произносим, даже еще думаем Оно в движении, оно направлено из нашего сознания во внешний мир Слово Всеволода Некрасова именно такое Это всегда живое, звучащее слово Оно не хочет быть закрепленным на бумаге Оно хочет жить в пространстве И, конечно, это всегда мое слово Скажи, что свобода для вас до сих пор актуальна Может быть, свобода Нет, если так всерьез говорить, то свобода Какую свободу чувствуешь, Сергей Владимирович? Я понимаю свободу как свобода от социального пространства Искусство – это, как я понимаю, некий путь к свободе Не сама свобода, но действительно путь к свободе «Точка» называется эта работа Автор обращает внимание на то, что эта точка глубоко в черном пространстве Может быть, это даже свет сквозь черное пространство Оно! 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 Редактор субтитров А.Семкин